да друзья добрый вечер возвращаемся домой после онлайного урока первый урок в новой группе вообще первый урок это все такие эмоции там еще элемент бардака присутствует потому что я в скайпе в группу посылаю ссылочку на вебинар дальше выясняется что кто-то думал что он в группе он не в группе кто-то самопроизвольно удалился случайно у кого-то вот так получается вроде в группе а ссылка не пришла так тоже в скайпе частенько бывает тем бы надо выйти там перезагрузиться но не суть в общем много такого ну и плюс надо объяснить народ там что чего вот так что у меня теперь вообще команда помощников меня сразу три помощника и это на самом деле очень приятно потому что так у меня есть ощущение что как бы и внимания что ли не хватает а так у меня есть три помощника вот у меня есть значит одна помощница еще одно она удаленная работает наш сотрудница у нас есть помощница в нашей офисе анна вы ее знает который в гугле раньше было вот она у нас проекты ведет и частности она мне помогает с этим делом и еще у нас из прошлой группы из июльской группы у нас есть женщина она где-то в октябре закончила и так она работу подыскивает вот и параллельно она на ютесте очень активная такая молодец ну вот но и она так говорит давайте я буду у вас так как бы форму поддерживать вот это же подключились да она уже тоже мах матерая такая тестировщица будь здоров там уже она очень но очень очень много проектов делала новин тест вот так что я чувствую теперь команда есть вообще-то классно так раньше так не сделал не знаю в общем ехал я с утра и так не то чтобы жаловался на жизнь но как-то настроение у меня было не очень позитивное потому что я думал сейчас я приду надо будет делать клиренс там тест и как бы они меня не огорчили какими-то не теми знаниями вот и там было четыре человека всего это хорошо потому что есть время поговорить на каждого внимание обратить там смотреться и так далее ну и поначалу когда они там тест-кейсы с баг-репортами тоже я так как-то чувствовал себя ну могло бы быть получше так скажем могло бы быть получше они некоторые вещи у них в сознании спутались вот они самое самое главное они путают замешивают в одну кучу с чем-то не очень главным а иногда уж и совсем пустяковым но всяком случае ничего дурного там не было но просто вот приоритизация вот это вот она не не очень у них там это вот голове сформировалась что на самом деле естественно то есть это с опытом приходит но просто хочется тоже же хочется сразу вот значит поэтому вот когда беременная когда беременная женщина не ребенок там внутри она ему книжку читает ей хочется понародился уже мог пересказать сразу понимаете а он вот не разговаривает вот значит короче так я значит начал медленно а потом мы уже перешли к основному содержанию клиренса да то есть мы поговорили о проектах они мне рассказывали о проектах я только так вопросики задаю и слушаю о проектах о том как их в кей занесло и чего они хотят от интерншипа да вот как они видят там идеальный интерншип где они хотят вот оказаться там через несколько лет вот профессиональные так далее там был то всего четыре человека но надо сказать что у них загорелись глазищи и вдруг какая энергетика с них поперла что я просто не ожидал честно я я даже близко не ожидал вот такого поворота насколько они зажглись и я я всех четверых пропустил на следующий этап то есть уже на на плейсмент чтобы уже софия отправляла там дальше потому что они абсолютно им плое было не абсолютно маркета был то есть им попасть на интервью я им сказал ребята вот если на 5 интервью попадете вам как минимум в трех местах вам что-то предложить ну пока что они на интерншип идут на практику то есть не то чтобы там они как-то сильно на высокую позицию нет на такую но во всяком случае именно такую позицию ты и берут когда люди светятся понимаете потому что честник знания особых никто не ожидает так по чуть-чуть но но чтобы чек горел и они они все четыре горели я получила невероятное удовольствие и искать выпал с этого мероприятия на на волю на подъеме так два часа мы с ними где-то они там задачки решали потом где-то с 11 до часу я с ними так уже разговор вел два часа я вообще не заметил как время прошло то есть мне казалось что только зашел там этот эту конференцию и вроде а мне уже выгоняют говорят там следующая партия там следующая группа идет у нас разное расписание у нас есть одни приходят 10 потом готовится до 11 и потом уже там с ними работаем а следующая группа приходит к часу тоже там задачки дают и значит они соответственно потом дальше разговор идет вот поэтому меня начали выгонять из офиса но я поскольку их было всего четверо то я успел поговорить хорошо потому что если бы те же самые два часа но их было бы там шесть или семь конечно было бы уже намного хуже то есть не успеваешь так проникнуться толком вот такие у нас сегодня были дела и даже я не знаю что-то еще было в этом случае у меня в сознании так запудрилась значит что еще сказать у нас приехал паренек он он уже в mountain view я его еще не видел приехал паренек который будет у нас админом в школе вот он как-то там обратился там по другим делам что вот я там грин карту выиграл там все тела но вот у него плохо с английским он как-то слабенький совсем вот а так он админом работает и я говорю знаю что у нас как раз истекает срок у нас по визе джейван был молодой человек из там с дальнего востока и у него как раз заканчивается виза джейван вот и соответственно нам нужно было какую-то замену ротацию произвести и я думал что может быть нам как обычно там объявление дать но но дайте что получается вот так дашь объявление на канале сразу собирается довольно много народу которых можно было бы там потом привести по визе джейван но там так получалось что занимает время и не из всех стран визы дают и пока разберешься и вот этот хлопот много там куча народов стрельцы пинутся а в итоге там не поймешь чего и в общем я отпустил как-то пол повода и сказал ну что-то должно произойти само собой вот и действительно буквально в течение там трех четырех дней возник этот молодой человек по его проинтервьюировали и так вот в общем а он уже едет у него уже билет там все дела в общем я вам его скоро покажу вот такое у нас событие вот вот он уже приехал он долетел до лос-анджелеса на самолете вот это у него жена и ребенок и вот он их значит нам а почему то они на машине нет ни на машине они на автобусе по моему почему то они на автобусе поехали не могу сказать как так получается поехали на автобусе и они тут жена с ребенком побудут пару недель вот а потом значит он тут будет обустраиваться они уже потом подъедут такой план был у ребят в общем я я их покажу может быть даже завтра подойдут я их поснимаю что еще еще у меня нашлась племянница я небольшой специалист по родственным связям но могу сказать что это дочь моей троюродной сестры может быть правильно ее называть троюродной племянницы она родилась и выросла на донбассе в донбассе как правильно значит закончила там университет донецк вот и вышла замуж в турцию можете представить и живет в турции вот а тут она мочит переезжает соединенные штаты и 6 числа февраля я поеду ее встречать вот мы с ней так какой-то разговор запишем молоденькая совсем девочка ей еще 23 лет нету вот собственно она родилась когда мы уже жили в америке можете представить вот так вот тесен мир и так вот всякие события происходят но они меня нашли с ее мамой они меня нашли в одноклассника что ли я не помню вот и поначалу вопрос ставил так что она училась в институте и мама говорит что мол может быть она у вас поработает на work and travel я говорю ну так статус не тот на work and travel положено работать в другого сорта организациях там и она съездила и где-то там в мэриленде что я боюсь соврать где-то там поработала на work and travel в другом месте а сейчас ведь как не прошло и там нескольких лет как мы имеем взрослую замужнюю женщину молодую вот они будут жить в сакраменто ну а я их значит там встречу в аэропорту они недельку побудут в сан-франциско молодые совсем ребята поэтому они побудут недельку там и дальше поедут с акраменто у них план такой пока так что ребята если есть кто из сакраменто да вот напишите мне в личку они ищут друзей знакомых какой-то круг общения и так далее да муж естественно говорит по-турецки ну по-английски да они оба хорошо говорят по-английски так что вот такая интересная особенность донецких девушек да так что что еще у нас происходит я начинаю найти копаться вроде ничего не происходит а тут вдруг мышь там племянница нашлась мне пишут люди в связи с интервью которое мы снимали тогда с юлей минковской юля понравилась она очень не может не понравится действительно это совершенно невероятный человек вот и у меня очень многое в фейсбуке и потом это видео перепостили в разных местах там активисты вот этой группы russian-speaking women in tech ну и в общем так очень очень теплый прием и я вот пытаюсь тогда уже задружиться с ними так основательно потому что слушайте там такие люди взять вот женщина ирина которая нарисовала вот этого андроидного ну как его даже назвать не знаю зайчиком не назовешь ну вот эту картинку андроида ну так я думаю надо и неплохо было бы ирину позвать пусть чуть расскажет правда вот и там еще народ есть а еще одна женщина руководила группой chrome в гугле ну ну поди плохо правда какие интересные бывают люди сейчас на фейсбуке работы я подумал надо какие связи там у людей и это просто мой священный долг с ними задружиться и вытащить пригласить их на экран хотя я думаю что они вполне общительные люди и очень здорово могут что-то рассказать то есть определенного класса как бы публика это очень здорово конечно таких смотреть потому что примеры в жизни возникают интересные у нас была одна преподавательница ну в смысле как она в индустрии работал и потрясающе совершенно женщина и вот индуска у меня одна была такая восторженная я говорю как там вот наш но спрашиваю как там она ведет занятия вот эта женщина юникс преподавал и она мне говорит майкл это не тичер я так как-то заволновался я говорю а кто это она говорит это role model понимаете role model так что вот есть такие люди то есть когда ты сталкиваешься с ними по жизни ты начинаешь по-другому видеть понимать открываются какие-то истины открываются какие-то горизонты и я подумал что я вам не додаю не додаю вот нашему каналу и тем кто его смотрит я не додаю им вот вот в этих людях которые особенно молодежь я я на самом деле чувствую себя очень в долгу перед перед молодыми ребятами я знаю что у нас много смотрят подростков и иногда там и и 12-летний чем напишет и 13-летний знаете я это очень трогательный и такая ответственность невероятная и вот я я думаю что вот надо надо для них особенно постараться ну и для тех кто постарше конечно кто же тоже говорит вот и вот таких таких людей как юлия минковская вот она же не просто там уникальный по-своему человек она же еще и поговорить может она еще светится вся помать есть такие интровертированные из такие что слово из них не вытащишь а тут прямо вот ну такая комбинация невероятная я сам под большим впечатлением я ее мужу тоже сказал он там сидел ждал ее волновался пришли куда-то ехать надо я сказал ты чё у тебя такая жена ты сам-то одобряешь ее общественную функцию и он так как-то напрягся она говорит не одобряет говорит но смиряется так что вот друзья приехал я домой так что до скорых встреч счастливо а